Это тема дня, эфир продолжаем. 30 новых рабочих мест дополнительно появилось в Краснодарском центре предпринимательства «Платформа». В общей сложности площадка готова представить уже 90 оборудованных рабочих мест. Ими могут воспользоваться предприниматели краевого центра. Отмечу, что за год услугами центра уже воспользовались более сотни представителей Краснодара. Это и физические лица, которые только принимают решение об открытии своего дела, и юрлица, и уже действующие ИП. Какие услуги для них представлены в центре платформы, а также кто и на каких условиях может воспользоваться всем этим, подробно обсудим с нашим гостем. В студии тема дня начальник управления инвестиций развития малого и среднего предпринимательства Краснодара Артем Анацкий. Артем Юрьевич, добрый день. Я вас приветствую сегодня в нашей студии. Взаимно. Ну что ж, почему было принято решение об увеличении рабочих мест, которые представлены в каворкинге платформы? Действительно, на эту услугу у нас очень большой спрос. В принципе, всегда был. Это одна из наиболее востребованных услуг, которые предоставляет наш муниципальный центр. Плюс пандемия. Пандемия, экономический кризис. У многих предпринимателей, у многих людей не было физически возможности оплатить аренду офисных помещений, которые они снимали ранее. И такое большое количество поступило обращений в телефонном, в письменном решении, что мы приняли решение нарастить объем рабочих мест для помощи предпринимателям и жителям нашего города. Теперь это удовлетворяет количество всем потребностям? Или это значит, что все-таки еще будет увеличение, раз вы говорите, такой большой спрос? У нас по муниципальному контракту предусмотрено 75 рабочих мест, но тем не менее мы нарастили еще дополнительно сверх этого 15-90 мест. Изначально по состоянию на сейчас у нас уже 76 заключенных договоров. Мы посмотрим динамику по заключению новых договоров, по обращению резидентов в платформу и в дальнейшем будем смотреть на ход событий. И посмотрим возможность увеличения в перспективе в следующем году еще рабочих мест для нужд жителей, если поступят соответствующие заявки, будет спрос. Если будет спрос, конечно. Если о направлениях бизнеса говорить, какие из них представлены сегодня в вашем каворкинге? Действительно, у нас абсолютно разные направления, у нас есть даже туристические агентства, но в основном, конечно, это направление онлайн-продаж, интернет-маркетинг, продвижение сайтов, дизайн интернет-ресурсов и непосредственно сама разработка сайтов. Основное направление резидентов – это, конечно, вот это. Там собраны креативные ребята, молодые предприниматели. И учитывая то, что сейчас общая динамика и направление развития экономики, оно идет в интернет, оно идет в онлайн, я думаю, что именно эти направления для резидентов платформы, они особенно актуальны. А у вас какая тенденция в каворкинге прослеживается? Если это рабочее место, это один какой-то предприниматель или же чаще это команда, которая вот несколько мест арендует? Вы знаете, как правило, когда резиденты заходят, они действуют индивидуально. То есть это один предприниматель или два буквально, у которого есть идеи, которые продвигают. Но тем не менее, работая в этой среде, по-хорошему, такой творческой каши. Он обретает единомышленников, он обретает где-то экспертов, где-то людей, которые просто подсказывают, где-то тех, которые работают с ним в команде. И в дальнейшем вот этот проект, вот эта идея, которая уже воплощается в проект, она двигается уже в таком, непосредственно в тесном кругу. И даже нарастает. И тот уровень, который мы вот в этом году открыли, он и рассчитан даже на команду. У нас те рабочие места, которые доступны на новом уровне платформы, они даже где-то сгруппированы таким образом, чтобы команда из трех-пяти человек работала вместе, объединяя свои усилия. Чтобы было удобно при этом. Да, достигая успеха, конечно. Давайте расскажем, на каких условиях и кто может получить это место в каворкинге? Условия у нас более чем лояльные. Единственное, это должен быть предприниматель, зарегистрированный на территории города, либо физическое лицо, проживающее в городе, желающее заняться бизнесом, пожалуйста. Ну и достиг же, естественно, 18 лет. Обращаются в центр, заключается договор о резиденции, предоставляется первые два или три месяца бесплатно. Потом мы смотрим на результаты, которые достиг наш резидент. И если результаты есть, мы еще продлеваем договор. То есть очень свободные условия, очень льготные условия. И мы видим, получаем обратную связь от предпринимателей, что им это по душе. Обратная связь прямо сейчас также состоится. Алексей Комаров, резидент центра предпринимательства платформы. С нами по видеосвязи тот, кто уже воспользовался услугами. Алексей, здравствуйте, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите для начала, как вы узнали о том, что существует у нас в городе такой каворкинг? Ну, пришлось обойти очень много каворкингов. И, ну, честно скажу, по чистой случайности нашел данное место. Очень понравилось. А больше всего порадовало то, что девушки сообщили, что здесь, оказывается, можно находиться бесплатно. Ну, честно говоря, естественно, сначала я не поверил. Потом, ну, как сказать, потому что... Убедился, да? Что все-таки действительно бесплатно. Да, убедился на собственном опыте. Ну, атмосфера очень такая приятная. Намного лучше, чем дома. Да и любой другой, скажем так, офисное помещение может позавидовать. Ну, атмосфере, ремонт или еще что-то сказать. Алексей, а легко ли было получить это бесплатное место? Да. Коротко и ясно. Так, это хорошо. Вы сказали, что... Кто ищет, тот найдет. Вы сказали, что атмосфера располагает... Вот насколько важно, по вашему мнению, для развития бизнеса на раннем этапе то, что можно не арендовать офис за деньги, а вот получить именно такую возможность? Ну, смотрите. Вот если бы не те люди, которые, скажем так, здесь вот находятся, да, с которыми удалось познакомиться, то есть многие вещи, ну, были бы, наверное, невозможны. То есть здесь рядом у тебя и, значит, по одному вопросу, значит, специалисты, и по другому вопросу. Ты можешь напрямую сразу подойти, не знаю, там, посвящать его по скене или просто окликнуть и получить и консультацию, и совет, и обратную связь. Потому что зачастую, если ты работаешь из офиса, да, нужно производить обзвон компании, искать поставщика услуг, а здесь у тебя все под одним, скажем так, под одной крышей, да, ты можешь спокойно пойти и выпить чашку кофе, обсудить какой-нибудь... И решить какие-то вопросы, да? И решить какие-то вопросы, да. То есть настолько это открыто, свободно, и, ну, уходит вот этот страх того, что ты не один, того, что есть такие же рядом с тобой люди, которые делают вот эти первые шаги, ну, в чем-то новом. То есть это заряжает энергию, скажем так. Алексей, а какими программами поддержки городского центра также вы еще пользуетесь? Как они помогли развиваться вашему бизнесу, вашему делу? Ну, здесь периодически проводятся открытые мероприятия, и по финансам, и по маркетингу, и по мастер-классам, и по продажам. То есть выступают люди, которые либо чего-то сами добились, либо являются в этом экспертами, у которых можно получить образную информацию, и потом уже успе специализированно проконсультироваться. Я, в частности, очень интересуюсь организационными вопросами управления, поэтому данной тематике консультируюсь, пользуюсь услугами, которые здесь предоставлены. Алексей, я вас благодарю, что вышли с нами на связь. Дальнейшего развития вашему бизнесу желаю. Алексей Комаров, резидент центра предпринимательства «Платформа», присоединился к нашей беседе. Артем Юрьевич, давайте теперь уже вы подробно расскажете о всех тех программах, которые помимо каворкинга в центре существуют, для поддержки наших предпринимателей. Да, действительно, каворкинг – это только одна из сторон муниципального центра. У нас есть большой объем по консультациям, непосредственные консультации по буксопровождению, открытию ИП, налоговому сопровождению бизнеса. Есть активные четыре школы, непосредственные школы, целый курс по определенным направлениям. Это и эффективные продажи, и онлайн-маркетинг, и IT-предпринимательство. Это тоже несомненное поспорие. А также есть ряд обучающих лекций, семинаров, которые у нас проходят. Мы собираем обратную связь от предпринимателей. И с точки зрения того или иного спикера, по какому направлению деятельности они хотят видеть, мы строим целую систему таких семинаров непосредственно для резидентов и гостей нашего колорки. Вот буквально сегодня вечером уже один из таких семинаров у нас будет проводиться. Всех я приглашаю. Еще возможность есть записаться как раз по B2B-продажам. Вы сказали всех. То есть на каких условиях всеми этими программами, всем этим многообразием можно воспользоваться? Опять же, на тех же самых. То есть если ты житель города или предприниматель зарегистрирован здесь, обращаешься на сайт платформы. У нас есть и инстаграм-канал, есть телефон. То есть это тоже все бесплатно? Это тоже все бесплатно, конечно. Все координаты, куда можно обратиться, сейчас телезрители видят на своих экранах. Да, есть еще инстаграм-канал. Мы во всех значимых сетях тоже представлены и будем рады увидеть новые лица у нас в муниципальном центре. А есть ли выделить какие-то наиболее популярные программы, которые пользуются спросом у предпринимателей? Ну опять же, это непосредственно рабочие места в колоркинге. Это объективно та самая доступная услуга и наиболее востребованная услуга у наших предпринимателей. Конечно, и обучающие мероприятия тоже пользуются популярностью. Чуть менее пользуются популярностью консультации. Но, наверное, ввиду того, что у нас сейчас большой объем ресурсов, где можно получить помощь, информационную поддержку. Это и администрация Краснодарского края, и администрация города Краснодара. У нас чуть меньше, наверное, чуть больше были ожидания, когда мы объем консультаций закладывали в рамках муниципального контракта. Но сейчас мы видим обратную связь от предпринимателей. И большим спросом у предпринимателей пользуется именно непосредственная разработка сайтов. Такая, можно сказать, прожарка их проектов со стороны экспертов. То есть, когда есть идея, тебе где-то подсказали, где-то направили, где-то скорректировали тебя. И, естественно, мы учитываем это. И я думаю, что в следующем году в рамках тех услуг, которые мы закладываем в муниципальном центре, будут и эти. Конечно. А кто в роли этих экспертов, как правило, выступает? Мы планируем, что этими экспертами будут те предприниматели, которые уже имеют практический опыт работы, успешные кейсы по реализации тех или иных проектов. И те предприниматели, которые обладают, естественно, знаниями, не только практическими, но и теоретическими, могут где-то нашего молодого предпринимателя, молодого идеющика, скажем так, направить в нужное русло. А те обучающие программы, как идет выбор, по каким направлениям, по какой тематике они будут? Вот как ориентируетесь вы? Ну, в первую очередь, я же говорю, мы ориентируемся, мы и опрос предпринимателей проводим, и непосредственно с ними общаемся у себя в центре, не только в центре, и в управлении инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства. Довольно-таки большую выборку мы делаем. И эти программы, которые у нас будут и в этом центре, я надеюсь, в этом году, и, надеюсь, в следующем, они появляются, исходя из желания самих предпринимателей. То есть мы действуем вместе, можно сказать, с энергетическим эффектом. И опять же, мы исходим из современных экономических реалий. То есть если мы видим, что идет движение в интернет, и интернет-маркетинг, интернет-продажи, они все набирают, набирают общую популярность, то и мы, соответственно, двигаемся тоже в этом направлении. Артем Юрьевич, вы озвучили, что сегодня стартует один из семинаров. Какие в ближайшее время еще запланированы? Опять же, у нас в ближайшее время, запланировано 8 сентября, начинается курс школы эффективных продаж. Опытные спикеры будут представлены. Очень интересное направление, очень большой перечень знаний, практик, кейсов предоставляет этот курс. Мы настойчиво рекомендуем и приглашаем всех потенциальных предпринимателей, потребителей этих курсов, услуг и просто тех людей, которые желают нарастить, уже может какой-то объем продаж имеют, но желают нарастить с помощью новых знаний. Мы приглашаем всех этих жителей, предпринимателей города посетить наш центр и прослушать обязательно курс этих лекций. Артем Юрьевич, то многообразие услуг, площадок, которые представляет сегодня ваш центр, на ваш взгляд, как это помогает развиваться предпринимателям краевого центра? Ну опять же, да, конечно, это в первую очередь поддержка, информационная поддержка, если мы говорим со стороны города. Поддержка информационная и имущественная, то есть город предоставляет возможности, инструменты, средства. Но если брать еще тот эффект, то, что, как наш уважаемый резидент сказал, когда ты приходишь в центр, ты видишь команду единомышленников, тех людей, которые тебя могут поддержать и взять все это в совокупности, то это некая точка становления, можно сказать, твоя опора, твой фундамент и твоя платформа, поэтому он так и назван, твоя платформа для дальнейшего роста бизнеса. То есть, ну это как начальный базис для старта, для успешного старта в предпринимательстве. То есть, насколько я поняла, очень большую роль играет все-таки ваш центр? Конечно, конечно, конечно. Это, можно сказать, плечо более старшего товарища и опытного, на которое встает начинающий, либо уже работающий предприниматель, но который хочет увеличить долю продаж, долю бизнеса своего или просто увеличить свои компетенции личностные. Ничего мы вашим резидентам и пожелаем в дальнейшем. Спасибо большое. Вас благодарю за беседу. Напомню, в студии темы дня сегодня был начальник управления инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства Краснодара Артем Анатский. Тема дня свою работу продолжит. Оставайтесь на Кубань-24. Продолжение следует...